Здравствуйте, друзья! С вами на связи Ада Хрущ, и сегодняшний мой мини-урок тоже будет посвящен Фейсбуку. Я думаю, каждый из вас сталкивался с ситуацией, когда вы входите в Фейсбук, а там кто-то опубликовал свою рекламу или чем-то поделился в вашей хронике. Вы же, в лучшем случае, вообще никакого отношения не имеете ни к теме этой публикации, ни к ее цели. Но если вы не сразу увидели и удалили ее, то ваши друзья уже успели все это увидеть, и у них сложилось неправильное мнение о вас. Что же сделать, чтобы никто не мог размещать свои публикации в вашей хронике? Все очень просто. И, как всегда, на примере своего аккаунта я покажу, как сделать соответствующие настройки. Чтобы войти в настройки, в правом верхнем углу нажимаете на стрелочку, а в выпавшем окне выбираете настройки. А затем уже в новом окне слева в меню выбираете раздел Хроника и метки. В этом разделе три блока. Первый из них Хроника. И именно здесь делаем нужную настройку. Чуть позже поговорим еще об одном блоке из этого раздела. А сейчас в строке, кто может размещать публикации в вашей хронике, нужно внести желаемое изменение. У меня, как вы видите, выставлено разрешение друзьям оставлять публикации в моей хронике. Но поскольку друзей у меня в Фейсбуке много, и некоторые иногда позволяют себе публиковать в моей хронике посты, к теми которых я не имею никакого отношения, то я сейчас это остановлю. Для этого справа нажимаю на кнопочку изменить, а в выпавшем списке выбираю только я. Вот и все. Теперь никто ничего в моей хронике публиковать не сможет. Изменить данную настройку можно в любой момент. Обратите внимание, этот запрет касается только постов. Комментировать же ваши публикации читатели смогут по-прежнему. На данной странице настроек хроники есть еще одна, на мой взгляд, важная возможность. После любой настройки, чего бы она ни касалась, вы всегда можете проверить, как после нее вашу хронику видит читатель. Согласитесь, это важный момент. Для этого в блоке проверка в разделе посмотрите, что в вашей хронике видят другие пользователи, нажимаете на посмотреть как. Откроется вот такой просмотр с подсказкой. Поскольку у меня в настройках было выставлено, что просмотр доступен всем, то вот здесь вы это видите, вы видите эту иконочку. Если же у вас выставлена другая опция, допустим только друзьям или еще что-то, то вы увидите вот здесь наверху значок, соответствующий вашей настройке. А сама ваша публикация сейчас для вас окажется скрытой, то есть вы ее не увидите. Не увидите, как и те люди, для которых вы еще раньше закрыли доступ к данной публикации. А чтобы выйти из такого просмотра, достаточно просто нажать на этот крестик и снова будете все видеть как хозяин аккаунта. И еще одна приятная новость. В новом интерфейсе фейсбука, который скоро появится у нас у всех, эти возможности настроек, о которых я рассказывал и в этом и в предыдущих своих мини-уроках, они, эти настройки, сохраняются. Вот, пожалуй, и все, чем я хотела с вами поделиться сегодня. Если эти маленькие секреты общения в фейсбуке показались вам интересными, то поделитесь этой публикацией со своими друзьями. Пусть нам всем общаться там будет комфорта. У меня к вам большая просьба. Напишите под этим роликом, была ли вам полезна эта информация, какие еще советы вы хотели бы от меня получить. И с учетом ваших пожеланий я включу их в серию моих мини-уроков. С вами была Ада Хрущ. До встречи в следующем видео.